Идут эти фильмы, которые все рассказывают, что рыбная отрасль, там одни воры, и рыба поэтому дорогая, всю рыбу возят и так далее. И это все делается с такой целью, чтобы выставить, отнять у рыбодобывающих компаний часть квоты, которая сражилась исторически, и выставить ее на аукцион. А кто на аукционах может купить квоту? Только те, у кого много денег. А много денег у всяких нефтяников, которые нам бензин каждый месяц дорожает и дорожает. Ну, короче, и те, которые сами на руку нечистоплотные и грабят свой народ. У них денег много, и они хотят еще и нас о половине. А аукционы мотивируют этим, что рыба будет дешевле. Но как рыба может стать дешевле, если она еще в воде, а за нее уже заплатили деньги. То есть она по-любому будет только дороже. Я вот сейчас дома был в Гурзуфе, в Крыму, я бабушкам это объяснял. Они такие, ну что, Сережа, вас там рыбаков. Я говорю, бабушки, вы раньше сейчас путасу покупаете, а потом будете покупать только хвосты от этой путасу. А это коснется и нас же всех. А не как было в 2000-х годах. Приезжает хозяин, я купил на аукционе два лота. До этого были расценки одни на рыбу. Продукты меньше. Теперь да, естественно, спецодежда хуже, продукты меньше, зарплата меньше. Потому что, блин, он уже вложил деньги. Поймает он ее, не поймает как будет. И опять же начинают по воровству, опять упоминают и нашу компанию. Как будто тут на севере никто не ворует, невозможно воровать. Лет 10 уже как все перекрыли. Все работают честно, всем зарплату платят. Белую, блин. Отчисляем налоги, у всех семьи нормальные за счет этого живут. Платим ипотеки. Берем ипотеки, платим ипотеки, есть чем платить. Поэтому, ну вот, дальневосточники, конечно, это самое, кучу поднимать. Потому что там, да, там масштабы другие. Но и нас тоже. Краба хотят у нас в компании переполовить. А тут и до рыбы дойдет дело. И опять же, сейчас мы нормально можем практически год работать по рыбе. Все три судна, допустим. Сейчас переполовинят и все. Один рельс в году, как у нас было в том году. Все, и что это? А потом зубы на пол. Поэтому, ну не знаю, я считаю, что надо, мы сейчас это самое, напишем писульку. И надо все этот беспредел прекращать. Надо, чтобы Союз зубопромышленников Севера обратил внимание на наше возмущение и отправил куда, это самое, в органы, куда положено, блин, нашу, это самое, информацию. И довести, пускай до президента доводят, до кого угодно, до министров всяких. Чтобы нас вот это вот не гнобили, и чтобы спокойно жили и знали, что будет завтра, что будет послезавтра. То есть сейчас люди ипотек набрали, а потом вторая смена, блин. И все, и у всех начнут эти самые коллекторы отбирать все подряд, и квартиры сжечь, блин. Когда уже этот беспредел, когда они оставят спокойную промышленность уже. Задолбали, блин. Почему нефтяников никто не трогает? Хотя нам каждый месяц, каждый, блин, полгода, блин, топливо дорожает и дорожает. Там все кореша, блин. Тут же, блин, задолбали уже. Поэтому, народ, выражайте свое мнение. Если вы согласны со мной, значит, отправляем петицию. Согласны, 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 согласны. Вот так. Пускай Союзоропромышленников примет нашу информацию и отправляет дальше по инстанции. Все.